Меня не устраивает то, что мы проиграли. Меня это дико злит. Причем, кому проиграли-то? Ладно, если бы это были какие-то там высокоинтеллектуальные лица, шизоиды, по сути. Есть места, где люди готовы сопротивляться, они просто не чувствуют себя частью огромного вот этого общества, не чувствуют, что их могут еще где-то поддержать. Расскажите о себе Меня зовут Роман Перл, я журналист из Петербурга. Практически всю свою рабочую жизнь трудился на телевидении. Начинал с телеканала 100 ТВ, RTVI, и сейчас, на настоящем времени, делаю документальные фильмы. Как складывался ваш путь в независимую журналистику? Я всегда был вредным и не готов был подчиняться правилам, которые я считал недостаточно. В общем, я не готов говорить то, что не хочу говорить. До определенного времени с этим мирились, потом нет. Я в Петербурге, после того, как закрылся 100 ТВ, умер его владелец, относительно либеральный канал в плане того, что позволялось, я успел поработать на Габрилиановском Life 78, который пришел на это место. Продержался какое-то время, потом ушел, потому что они делали нехорошие вещи. Через разных знакомых меня посоветовали на проект «Неизвестная Россия». Эту историю вполне можно было бы назвать драмой, если бы у нее не случилось хэппи-энда. Она про то, как один тюменский бизнесмен, рассчитывая на свой опыт и деловую хватку, взялся возглавить администрацию маленького глухого поселка. Это был офигенный опыт. Я же по России почти никогда не ездил. Я к этому времени объездил почти всю Европу, но в России почти нигде не был. А тут появилась возможность съездить в Сибирь, на Камчатку, в Приморье, в Туву, на какой-то крайний север, те места Кавказа, куда бы я сам ни поехал. Потрясающий был опыт, который дал понимание страны, которого у многих нет. Я после этого злюсь, когда начинают мазать какой-то краской. Даже сейчас, когда идет война, когда большая часть страны так или иначе в этом участвует, в том числе такой нейтральной поддержкой. Но, тем не менее, я уверен, что по-прежнему в разных регионах очень разная ситуация. Есть много людей в российской глубинке, которые смотрят на это все с отвращением. Ну, если президент говорит, что пока я у власти не будет повышения пенсионного возраста, потом бах, происходит, и он начинает что-то там оправдываться. Это просто лицемерие, да? Не будет повышения НДС. Но если глава государства так врет, а что ж губернатора врать не будут? Или какой-то мэр? Ну, конечно, будет врать. Они просто не ассоциируют себя с этой большой Россией. Они ассоциируют себя со своим местечком. И хотят заниматься им. Есть потрясающий поселок Апанас в Кемеровской области, который сопротивляется давлению угледобытчиков. Как мы знаем, эти угледобытчики через всякие родственные связи имеют выход на президента. Но, тем не менее, они там вот стоят намертво. Нам, государство, дало, мы тут будем копать. 26 августа вышли человек 400. И остановили работу, заблокировали все. Они сделали там себе замечательные дома. Кто-то приехал из городов, чтобы туда жить. Там очень милое такое местечко красивое. А разрезы наступают с этими отвалами дымящимися. Они сопротивляются. И там даже есть... Ну, были. Не знаю, что сейчас. Были партизаны. Потому что в разрезах горела техника. Туда приезжал ОМОН, класть их в пол. Там противостояние. И когда говорят, что Россия совершенно пассионарна, нет. Есть места, где люди готовы сопротивляться. Они просто не чувствуют себя частью огромного вот этого общества. Не чувствуют, что их могут еще где-то поддержать. Почему вас объявили иноагентом? Никто об этом не говорил. Я точно не знаю. Возможно, за Апанас. Но, судя по тому, как долго шли документы, наверное, за более ранний фильм. Скорее всего, за Гогланд. Потому что это территория Минобороны. Туда нужно было получать разрешение ФСБ. Мы это все получили. Обещали вести себя хорошо. Но наши спикеры были довольно откровенны. И, в общем, показали ситуацию, как она есть. Мусора, металллома, грязи. Вот так хватает. Везде, где были или части, или что-то базировать, они уходят. И как будто специально все уничтожается. Понимаешь? Ну, разваливают все. Объявили острова природоохранной зоной. А толку-то от этой природоохранной зоны? В Выборгском заливе все острова загаданы практически. Это про наплевательское отношение к людям. Про наплевательское отношение к природе. Возможно, это кому-то не понравилось в Минобороне, и кто-то накатал какую-нибудь козявку куда-нибудь. Может быть, из-за этого. Может быть, из-за чего угодно. Мы ездили по разным местам, и, возможно, задевали где-то неосторожным словом. С их точки зрения неосторожно. Какие-то интересы, чьи-то чувства. Иноагентство – это желтая звезда или знак качества? Это же не знак качества. Не обязательно все иноагенты делают все замечательно. Именно в плане качества. Но это знак того, что весь список иноагентов – это люди, которые не согласны подчиняться. Возможно, не все из нас потрясающие журналисты, но мы не подчиняемся. Я пишу четыре раза в год эти отчеты, так называемую ебалу, про то, что это сообщение и так далее. Я уже забыл. Перестали писать в Фейсбуке, Инстаграме, потому что у меня это же экстремистская организация, и вроде как за это не назначают штрафы, поэтому забили. В ВКонтакте я ничего не пишу давным-давно уже. В Телеграме у меня нет канала. Как прошел ваш день 24 февраля 2022 года? Мы с женой готовились к дню свадьбы. У нас день свадьбы, 24 февраля. Сука, испортил. У меня жена очень восприимчивая, она новости узнала, и, конечно, настроение было уже не то. Там и слезы были, и все. Я человек более толстокожий. Я испытываю гнев, поэтому праздника не получилось. Как и почему вы уехали из России? Я уехал за две недели до начала войны, потому что иноагентство предусматривает, что есть риск каких-то действий вскором. Мы не хотели, чтобы к нам пришли дебилы в форме. Забрали технику, фотографии, испугали ребенка. Поэтому мы начали этот процесс еще раньше. После получения иноагентства ускорили его. Я живу в Израиле, в небольшом городке на границе с Ливаном. Я далек от всего этого. Я уже там работаю. В настоящем времени работаю и там работаю. Я пишу новости на местном русскоязычном сайте. Пытаюсь переводить израильские источники, переводить на русский и составлять из этого тексты, чтобы они были понятны тем, кто евриты не понимает совсем. Что стало самым трудным в эмиграции? Меня не устраивает то, что мы проиграли. Меня это дико злит. Причем кому проиграли-то? Ладно, если бы это были какие-то там высокоинтеллектуальные лица. Мы проиграли, на которых работают, конечно, высокоинтеллектуальные лица, но сами они шизоиды, по сути. Меня злит то, что я ограничен, моя свобода ограничена, я не могу приехать. Ну, как бы у меня нет запрета. Мне не сказано, что если я приеду, меня арестуют и что-то еще, или там не выпустят. Но есть риск. Жизнь коротка, и она не стоит того, чтобы ей рисковать. Впечатление о том, что большинство россиян поддерживает войну, ложное. Люди находятся под огромным давлением. Это не только непосредственное давление со стороны правоохранительных органов, оно информационное со всех сторон. Оно общественное, потому что, когда вот этот мрак захватывает все больше и больше людей, остальные пытаются тоже приспособиться. Это не значит, что они какие-то нелюди. Это значит, что они пытаются адаптироваться к тем условиям, в которых находятся. В Советском Союзе не протестовали. Хотя значительная часть населения, как мы потом увидели, относилась ко всему этому более чем скептически. Страшно было, надо жить свою жизнь. И Украина не протестовала в Советском Союзе. Но всегда все изменения совершаются какой-то прослойкой. Просто если дать этой прослойке шанс, изменения будут. Пока этого шанса нет. Пока там все слишком захлопнуто. Люди вынуждены принимают страусиную позицию. Несколько шансов было ситуацию изменить. Я не согласен с тем, что все к этому вело. Шансы были, но они были, к сожалению, утрачены. Ну, нас переиграли. Когда Россия подошла к точке невозврата и невозможно стало что-то изменить? 14-й. 12-й, 14-й. 12-й, когда он вернулся, мудак это. И видно было, что большое количество людей, у которых было какое-то к этому отношение, к политике, ну, в смысле, которые рефлексировали хоть немножко по политику, они этого не хотели. Это не значит, что они были за Путиным. Когда он вернулся и когда протесты против этого провалились, дальше, в принципе, все уже пошло по накатану. Крым просто позволил вбить гвоздь в крышку гроба протеста. Должны ли все россияне нести коллективную ответственность за произошедшее? Я против коллективной ответственности. Есть люди, которые принимают участие, на них лежит вина. Есть люди, которые не принимают участие, они имеют право жить дальше. Но это не они решали кидать бомбы и делать еще что-то ужасное. Возможно, если когда-то это все рухнет, можно будет провести, не знаю, иллюстрацию, не иллюстрацию, разобраться, кто, насколько в этом участвовал. Это было бы хорошо. Мазать всех одной краской, это плохая идея. Вы встречали негатив по отношению к себе со стороны украинцев? Да. Ну, я пытаюсь объяснять, что мы, это не совсем мы. что мы разные и вы разные. И среди вас есть такие же, как среди нас. Как ни странно. И за Януковича кто-то голосовал. Ну, понятно, что война это все перечеркнула, так сейчас нельзя говорить. Но, тем не менее, ну, пытаюсь объяснять. не вступая в конфликт ни в коем случае, потому что я прекрасно понимаю, что то, что пережили украинцы, как нельзя сравнить с тем, что пережили мы. Мы уехали, потеряли дома, но мы уехали, потеряли дома очень лайтово, а они их потеряли, некоторые. Они вот сидели под бомбами. Большое количество людей сидели под бомбами. Этот опыт их нельзя никак игнорировать. Вы допускаете, что в обозримом будущем ситуация в России изменится? Конечно. История вообще штука непредсказуемая. В ней бывают события, которые перечеркивают предыдущие. Банальный пример с Пригожиным. Может быть, другой какой-то. Ну, другая такая ситуация может произойти. Может, не такая. Люди смертные. Кто-то умирает, кто-то приходит им на смену. Поэтому да, а может затянуться на 70 лет. Я вообще не берусь предсказывать. Во что сейчас превратилась российская журналистика? Да, журналистика как журналистика. Есть много талантливых ребят, которые делают потрясающие вещи, замечательные расследования, замечательные фильмы. Работают телеканалы русскоязычные за границей, которые делают это весьма неплохо. Даже люди, которые остались и продолжают работать во всех этих нехороших СМИ, из них тоже может быть в будущем будут неплохие журналисты, они могут поменяться. Ну, как многие советские матерые вот эти вот пропагандисты, они в результате стали там глашатыми перестройки. Много людей, которые продолжают работать просто ради карьеры и ради зарплаты, потому что они считают, что они ничего другого не умеют, им это нравится, они бы с удовольствием трудились в других идеологических условиях. О чем мечтаете? Я мечтаю, что на месте нынешней России будут адекватные государства. Может быть, одно, может быть, несколько, и можно будет с этим работать. Не уверен, что я когда-нибудь туда вернусь полностью, но я очень хотел бы туда ездить и что-нибудь там делать. Я очень хочу снова в российскую глубинку. Это потрясающий опыт. И очень хочется это делать так, чтобы помогать что-то менять. Участвовать в изменениях хочется. Что могут сделать те, кто остался в России? Ничего не могут сделать. Они могут иногда разговаривать с некоторыми людьми, которые подвержены пропаганде и пытаться мягко их переубеждать. Мне кажется, это главное, что они могут делать, не подставляясь. Самое главное, себя сохранить и не бороться с ветряными мельницами. Сейчас ничего не зависит от низового уровня. Сейчас все зависит от какого-то, не знаю, конфликта элит, от той ситуации, которая возникнет наверху. Если наверху решат, что выгодно это все прекратить и сделать откат, то это, скорее всего, будет так. Если наверху продолжится вот это вот ощущение монолита, не уйдет, то ничего не изменится. К сожалению, в России сложилась такая система, когда вертикаль власти выстроена и от того, что внизу этой вертикали уже ничего не зависит. Как бы кто ни кричал о том, что от людей зависит все, уже нет. Как в Советском Союзе. Все началось с чего? Не с митингов, а с того, что верхушка начала сыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok